Здравствуйте! Добрый день! Здравствуйте! Давайте айс лата с собой, но здесь я хочу чай какой-нибудь вкусный и вафлю. Так, картофельную вательку погреть посильнее, пожалуйста. Ну не сильно, то ее есть невозможно. Просто вы ее либо перегреваете, либо делаете холодной. Секунд на 20, я думаю, нормально. Так, картофельная вателька, большой айс лата, двойная карамелью. Так, и чаек у вас здесь. Черный, зеленый? С ягодами. Зактовый. Имбирь, лимон, мяту? Ничего. Хорошо. А в магазин не завелись? Нет, никак я не могу. 798 рублей, пожалуйста. Я в кофемании много лет к этому ушла. Я ее только сейчас завела, так же с азбукой будет. Спасибо. Да, вроде завтрак, какой обед. Здравствуйте. А, новенький, что? нет он знает а у вас время обеда нифига себе у вас уже вечера вы откуда мария в stories все показала и написала кто не хочет смотреть даже текстом я как всегда в аферку я не знаю это дарили на проверку не относила вроде оригинала меня нет не смущает вас смущает что я ношу подделки джинсов когда через голову спасибо большое спасибо вы меня ждали спасибо здравствуйте у нас лето джинсов джинсов я пью чай вы вообще видели джинс 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 Девушка, можно вас попросить еще? Она внутри ледяная. Да. Вкусный чай. Прикиньте, да? Как холодно. Господи, мне надо срочно к косметологу. Есть, Нателла, слушайте, скажите, пожалуйста, у вас, не у вас, как правильный вопрос, вы не знаете ли классные студии цветов, ну, заказа и маникюр мне нужен? Поздравляю вас, Натали. Спасибо. Спасибо. Не, мне глазки тоже нравятся, мне не нравится, что под глазками уже просто 35 морщин. Я же после моря, как приехала, я еще не была, ничего не колола. Спасибо. Приятного аппетита. Блин, блин, как классно, оказывается, чай пить. Короче, страница в инстаграме с цветами из Белореченска. Вот. Если вы такой узнаете, пожалуйста, скиньте мне в директ. Привет, Зарин. Погода прекрасная. Подумаю, может быть, сегодня пойти позагорать. Сижу, смотрю. Майами, моя золотая. Почему ты на работе постоянно? Вот, да, Кристина, я просто плачу уже по косметологу. Тренировки нормальные. Юль, тренировки, прямой эфир с тренировок, но это мега как бы неудобно, потому что ни я, ни Алексей Павлович, мы не можем видеть, что вы пишете. Да, то есть отвечать на ваши вопросы мы не сможем. А если вы со стороны увидите, что я делаю, для тех людей, кто не знает, 99% здесь сидящих не в курсе, что такое пилатес и что такое тренировки, это может показаться хуйней. Вот, и мы пытались один раз делать это, ой, да, столько гадостей начали писать. Причем я предложила, я же предложила, говорю, каждому, каждому, я говорю, кто придет и выдержит первую тренировку, говорю, я ее оплачиваю сама, 5000 рублей. Никто не согласился, никто не пришел. Иоанн, тренировка стоит 5000, но если вы берете, там в зависимости от количества, поняли, ну, чем больше вы берете, тем меньше тренировка стоит. Если вы сразу абонемент купили, там, на 20, допустим, 30, то у вас тренировка стоит 3000 рублей. Пилатес, это очень сложная, очень охрененная штука, но люди, которые смотрят со стороны, кто не знает и не в теме, кажется, что это херня и ржака, вот, поэтому столько мы дерьма прочли, ну, не хочется. Кто хочет, пожалуйста, придите, попробуйте. У нас дубео, да, дубео холодео. Я уже сейчас весь чай допью, где моя вафля? Ну, вот я, допустим, три недели перерыва у меня была, да, ну и болезнь, соответственно. Мне сейчас мега сложно и мега трудно, и у меня сбивается дыхание, и у меня не хватает дыхалки, и на 40-й минуте я уже хочу плакать, и мне прям тяжело. Но не отчаиваемся, я думаю, на следующей неделе уже станет легче. Это лечение грыжи, не стена. Это не помощь, а лечение протрузии, грыжи и всего остального. А вы про мою вафляку забыли? Принесли холодную, и все. Спасибо. А да, говорит, забыла. Все, она лежит в этом, как его называют, в металловке. Конечно, она не подогрелась, она перегрелась. Вы забудете обладать. Джинсовка с магазина The Lanshop. Останка очень поменялась, но остеохондроз до конца вылечить никто не в силах. Это то, что не исправится ни одним врачом. Но, безусловно, спина стала прямее, болей стало меньше, мышечный внутренний корсет стал крепкий, который держит все органы, выносливость другая. Но, соответственно, внешний фактор в плане подтянутости, пресса и так далее, это как приятный бонус. Но, опять же, все это за питанием. Сад еще сопровождается. По питанию я сама себе подсказываю. Остеохондроз у каждого второго, да. Вы не поверивайте. Не поверивайте. Спасибо, мне никто не сказал, что я вернулась и оплатила. Они очень сильно посмеялись надо мной, женщины. Поржали. Я подняла настроение, и они сказали единственное, что... Что, типа, говорит, а что, говорит, надо было что-то больше брать и уходить. Всего лишь, говорит, морс, 75 рублей. Надо было, говорит, что-то посерьезнее брать. Ну, подойдет. У вас 34 градуса, и вы думаете, у нас 8 градусов, не знаю, скоро ли холода. Казахстану привет. Плюс 40, это где мы вылетаем к вам. Астрахай, плюс 40, это где мы. 짧 Bio по отношениях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... 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 Ах! Ой, привет, Корнелия! Да, кроме, ну нам дали этот же, как его называют, я даже не, господи, что дают, чтобы лекарство купить, рецепт, рецепт дали, вот, на все препараты, ну там знаешь, какая система, например, габапентин давать, если вы куда-то едете, мы никуда не планируем ехать, поэтому я его не брала, а Таракс давать, если этот Экспресс Успокаин не будет действовать, ну пока вроде тут, фу, ничего, этот Занегран, я честно, я даже боюсь вообще узнавать, сколько он сейчас стоит, у нас есть пачка последняя, хорошо, что мы ее не отдали, когда перевели с препарата, я хотела уже с доброй волей сделать, а мама как в воду глядела, она говорит, оставь, мало ли вдруг он понадобится, а Занегран сейчас ему прописали по одной капсуле, то есть эта пачка ему всего лишь на 20 дней, вот, на последний момент, когда мы брали, пачка стоила 2800, это пиздец просто, Атюшины лекарства, вот, поэтому вот сейчас у нас эта пачка еще есть, и есть рецепт, но я не смотрела, сколько даже примерно сейчас стоит Занегран, дабы не охуеть раньше времени. Девчонки, ну там же другая дозировка. Например, как она объяснила, ну, как бы, я знаю, для чего габабинтин, и при чем здесь мой Атя, да? Она говорит, вы никогда не пробовали его? Я говорю, нет, я говорю, я самолечением не занимаюсь, чтобы, самолечением не занимаюсь таких серьезных препаратов, еще бы я собаке своей не пихала все подряд, которые так бедны, в ахере от жизни. Фуф, она сказала, что, короче, при, там, определенной схеме дозировки, этот габабабинтин, он действует как снотворное, успокоительное снотворное. А вообще, Корнелия, мне вот габабабинтин нужен, нужен дедуле. Он же постоянно на нем у нас. Вот, и мы периодически докупаем, а дедуля у нас всегда на нем. Тем более, с учетом, что у него усугубилось состояние по суставам. Занегран, по-моему, 25. Сейчас я точно... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нет, Депакин, нет. Что-то я зависла сейчас. Извините. Тут очень безумие, значит, потому что оно помнется, и будет не очень наручка, но очень карпатно будет. Хорошо, я сейчас подумаю. Сейчас, подожди секунду. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Черная ткань, она будет на начале недели, ну, как Вика мне даст знать, да, чтобы я ее добрала. Пуговицы я сейчас еду брать. В принципе, с сегодняшнего дня все собрано, но в разных частях. Вот как это... Я поняла, значит, мне надо это в мою сторону все собрать. Все, давай я тогда закажу просто легковую машину, ну, перевозку. Если он сегодня в свою сторону едет, пусть он к Файсу заедет, заберет. А все остальное может забрать у меня сегодня вечером или завтра, как удобно. Все, давай, ага. Давай, хорошо. Так, телефон неудобно держать с правой стороны за ухо. Файс, сегодня, возможно, они будут проезжать, это под вопросом, и они заберут у тебя. Если они сегодня в сторону сельхозки не поедут, они чуть попозже дадут знать, то я просто вызову машину и к себе перевезу их на склад, а они отсюда заберут. Да, 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 сегодня это все сделаю, Файс. Ага, давай. А, алло. Я тебе сейчас накладную скину, переведи, пожалуйста, потому что они уже выписали ее Файсу. Там все есть. Ага, спасибо. Ты киси, ты киси. Ну что, включаем музыку. Я бы на твоем месте вот прям мега была аккуратна и осторожна, потому что инкубационный период очень большой. И сначала вот так вот болеют, типа, и никто, ничего, а буквально 3-6 дней, и все, кто рядом, просто пластом лежат. Привет. Я ничего, нормально, вроде бы как. Катя, привет, дорогая. Что немножечко не поняла. Тебе предлагают рекламу, и ты хочешь узнать, сколько это стоит, и вот этот вот момент мне тебе подсказать, да? Солнце вышло, ребят. Солнце вышло, и целых 9 градусов сразу стало. Маршрут перестроен. Охуеть ли раз. Через 300 метров на светофоре поверните налево. Впереди камера на разметку. Дедушке габапентин нужен только, он на нем у нас. Габапентин и витамины В группы в ампулах, ну, короче, в колоде. Но если они есть какие-то, которые можно, типа, пить, то этот, я думаю, можно... Габапентин. Охуеть. 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 Солнце вышло, я не вижу вообще, что вы пишете. Я поняла, Катюш, я тебе чуть позже отвечу, хорошо? Ой, мне скинули видео, подождите с работы, с поздравления Кати, я же вчера так и не попала. А, с этого Васиного поздравления. Только для лиц старше восемнадцати лет. Катюша, Екатерина Владимировна, с днём рождения я тебя поздравляю. Всех самых наилучших благ, которые можно позвать, я тебе желаю. Дай Богу всё, что бы тебя было. Я благодарю Богу, благодарю одному человеку, кто нас с тобой познакомил. Ему спасибо и Всевышний. Я рад, что ты рядом. Мы с тобой взялись за крупные проекты, мы с тобой их доведём до ума и пойдём дальше. Не останавливайся. С днём рождения. Я тебя целую. А где все? Торт надо быть. Телефон. Яна Александровна. Сейчас. Да, Стося. Да, 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 да. Всё, я бегу, 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 бегу. Да, 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 бегу, бегу. Телефон. 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 Алло. А у него же отдельно сельскохозяйственная 9. Это прямо на углу, где отдельно, да, ткани. Угу. Давай. Телефон. Вся жизнь прошла в ярких эмоциях, с песнями и танцами. Ну, вот как, собственно, у нас и происходит Джимми Пой. Мы здесь уже начали отмечать, так что бокальчик за ее здоровье обязательно поднимут. Целую, обнимаю. Эрик, Эрик, озорный берег. Сафроновой же надо еще. Сэмси Сафронич! Да, Стас, вот выезжаю, посмотрела в пробке, все стоит, скоро буду. Блин, не могу посмотреть, нормально. Чего? Да, Стас? Василий Андреевич, но вы-то где? Привет. Чего, мы здесь? Смыс? Пять минут. Так, ну надо жетон делать. Да. 25? Давай. Сейчас я расскажу вам секрет приготовления. Я из-за куриных с приправой. Обалденно! Значит, ты пойдешь готовим к еду? Я беру скобода. Потом насладываю эту макикулеску кладу. Потом задавай грузкой по солнечному маслу. Еще немного веса. Больтер, на солнечном масле. Еще в эту морковь, и покрошу лоську. А чтоб не выжил запах, можно врезать кинячку. И тут, вероятно, вы зажадите мне запах. Эй, сумасшаренный! Что там, вы? Где же яйца? Да. В терпении, спокойствии. Сейчас они появятся. Только за плиту, у них поле закаляется. В единичнице, что главное, на то время появится. Тогда ваши яйца хорошо приготовляются. Короче, это надо смотреть, садиться прямо и смотреть. Там на 5 минут видео прикольное. Так, поздравление Кате. Так, ладно, я, блядь, с этого два раза проебала поворот. Подождите. Ну, конечно, я опять не туда еду. Прямо, 3 километра. Да, туда. Впереди камера на полосу. Впереди камера на разметку. С днем рождения, поздравляю. Вы знаете? Впереди камера на 60. Я вот задумываюсь. У меня никогда в жизни не было высокой температуры. Слава богу, да, я не к этому, но вот реально я дожила до 35 лет. Мне, наверное, один раз в жизни, ну, пару раз, один из которых это был лет 12. У меня была температура 38,5. И все. Не, она запугается. У меня есть собаки. У меня есть собаки. Впереди смотри. Нет, я не болела. Мне 35, не переживайте, я тоже не болела. Просто, если я заболею, я буду при смерти. Я буду встречать старость, собаки не катят, а муж будет катить, да? То есть, он не может сдохнуть, он не может меня бросить уйти, там, я не знаю, он будет катить, да? Или еще, наверное, лучше дети, самое, наверное, лучше это дети, да, чтобы стакан воды принесли. Да, надо же для этого родить. Вы правы, обязательно, обязательно, да, надо родить, чтобы стакан воды принесли в старости. Валит ушко, привет Ирин, Валит ноет, и ночь очень не давала мне спять. Через 600 метров на следовое поле по механице направо. Да я слышала об этом, знаю, но я не думаю об этом. Слушайте, ну зачем вот заранее думать то, что, ну вот, ну никак абсолютно от нас не зависит. Ну если оно суждено мне заболеть ветрянкой, ветрянкой заболею, суждено не сдохнуть, не сдохну. Ну зачем, я не забиваю свою голову вот такими мыслями, вот честно. Ну да, или пить не хочется, или кулер есть. Так, смотришь, типа солнце, окно лучше не открывать. Я не знаю насчет кольца почему-то, потому что я сегодня всю ночь спала на левом боку, либо на спине из-за того, что ухо болит. Я ни о чем не мечтала в 25 лет, как бы это ужасно не было. Я жила одним днем, и мне было вообще все равно на все происходящее. Поэтому, конечно, совершенно другие приоритеты стали в жизни, и мозг по-другому работает за 10 лет. Наверное, если бы я раньше начала мечтать и что-то делать для этого, то в 25 я тоже могла чего-то добиться. А может быть нет. Но я как бы отношусь к той категории людей, которые не расстраиваются по таким вещам, не переживают и считают, что все происходит ровным счетом тогда, когда этому суждено сбыться. Я сколько лет не садилась за руль и клялась, божилась, открещивалась и говорила, что я не буду ездить за рулем никогда. А значит, было не время же. Время пришло и села за руль. Рома? Нет, не Сиейска. Рома из Москвы. Через 300 метров верните налево. Езжай, пожалуйста. Да что, блядь, с тобой, придурочный? Долбоящер. Извините, пожалуйста. На своем авто я третий год. Я не могу ни лайки ставить, я не могу подписываться на людей абсолютно, да, уже несколько недель. Мама должна была приехать, ну, серьезно, да, так и пропускай, чтобы потом он просто посреди дороги останавливался. Мама должна была приехать уже в воскресенье в это, но я дала ей немножечко стоп, скажем так. У меня в окружении очень много людей болеют и болеют нехорошо. А так как у меня был контакт с людьми, которые слегли, ну, вот, я очень сильно переживаю не за себя, а за нее. То, что меня, как бы, может накрыть, я за это не думаю. Я все-таки надеюсь на то, что у меня сейчас вырабатываются антитела, вот, а она приедет еще и после моря, еще и после такого перепада, где 40, она приедет 8, ну, я попросила ее не обижаться и недельку еще посидеть. Слушайте, я очень много слышала про эти автоподставы сейчас, да, очень много я и слышу, и читаю. Да нет, он в телефоне сидел, очкарик. Вот, мне сейчас, как бы, самое важное, ну, вот, в этом состоянии, мне надо понять, как бы, слягу я или не слягу. А так, как инкубационный период очень долгий, это от 3 до 6 дней, я ходила, как бы, поэтому я и сказала, пока не едь. Если меня пронесет и все нормально будет, я говорю, добрый, приедешь. Ну, она расстроилась, конечно, она хочет уже вернуться домой. Я говорю, мамуль, пока тепло, кайфуй, сходи на море. Я говорю, не сиди дома. Я говорю, потом, я говорю, ты приедешь, я говорю, блин, я говорю, дома, я говорю, будет темно, пасмурно и грустно. Да, очень много, Катя, ну, тоже и со стороны слышала, и читала, начались опять автоподставы. Вот, поэтому она, короче, обиженная, пошла на море. Мой золотой. Ну, там автоподставы и близко не пахнут. Научите. Выставляют вас виновником, когда вы въезжаете в машину. Но въезжаете вы не по своей воле, а для этого вам помогают. Но доказать вы ничего не можете, потому что в машину сзади въехали вы. Так вот, я и тоже говорю, ну, я говорю, мам, не расстраивайся. Я говорю, пока там тепло. Одно дело, если бы там было уже холодно, я говорю, и там, я могла бы понять, что ты расстраиваешься. Я говорю, солнце, жаришко, море, тишь да гладь. Я говорю, ходи, ходи пока, кайфуй. Я же тоже завтракала, Ригиш. Не, ну, не всегда специально, но есть те, кто специально делает, конечно. Ой, нет, Ян, я вот сколько зарекаюсь купить, и не этот, и что-то как-то я, ну, я не представляю, что здесь будет висеть что-то на всю дорогу. Раздражающий фактор. Хотя хорошая штука, реально хорошая. Я вот помню, я же когда в Москву первый раз переехала, я же с молодым человеком жила, да, это мои первые отношения, первая любовь. Вот, я там, типа, замуж собиралась. Вот, и у него на всех машинах, мы же любили Фортово, у него абсолютно на всех машинах были регистраторы. И это был, это были года, кто из Москвы, тот вспомнит. Вот, лет 15 назад, когда разбивали окна в машинах, это прям, ну, прям отработанная схема была, этого было сплошь и рядом. Ты зашел там на минуту в магазин, вышло у тебя, вышло у тебя все разбито, и документов, вещей нету. Это прям вот, ну, мега, что творили черные. Это вот было 15 лет назад по Москве. И я помню, мы приехали перед Новым годом, я не знаю, сейчас есть этот магазин, но это только вот москвичи, наверное, знают. Есть, нету на Ленинском, этом, на Ленинском магазин Солида был, такой мультибрендовый, огромный просто, там мужское, женское, и все бренды были представлены. Магнитолы, на магнитолы, да, в общем, мы приехали к этому магазину, мне 20, но если 15 лет назад, Дарья, у вас с математикой плохо, Яна? А, вы Яне спрашиваете про магнитолу? Вот, и, короче, мы приехали к этому магазину, к Солиде, и мест не было перед Новым годом, не было пипец мест, ну, именно под... Мы туда ставим машину, образно говоря, в теме, туда уже ни камера, ничего не попадало, ну, и все, мы вышли, а самый прикол в том, что до этого мы приезжали в магазин, и мы все выбрали, все абсолютно. Ну, куда-то, короче, ему позвонили, нам надо было срочно выехать, и мы сказали, что мы заедем, оплатим, там, завтра, послезавтра. И вот так вот мы приехали, то есть, нас не было в машине, ровно 8 минут, пакеты все стояли. Мы зашли, оплатили, мы вышли, окна разбиты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!